Тендер на оплату услуг переводчиков объявила администрация главы и правительства республики. Прием заявок на участие в торгах заканчивается 10 апреля. Согласно технического задания, победитель конкурса должен обеспечить идентичный перевод законов Республики Бурятия, постановление народного хурала, международных соглашений, указов и распоряжений главы и правительства республики с русского на бурятский язык. Кроме того, в его обязанности входит набор и макетирование переводимого материала. 450 тысяч рублей планируется потратить за перевод 120 условных печатных листов. Речь идет не о 120 страницах, речь идет о 120 условных печатных листах. Это гораздо больше объем, это 6-7 выпусков в год, каждый по 300-400 страниц. Поэтому, конечно, мы исходим из некой средней статистики, которая в год выходит законодательных законов, и среди них, конечно, есть очень объемные, это, например, тот же закон о бюджете на три года, и так далее. То есть мы надеемся, что мы в эту цифру впишемся, а если нет, то будем наносить коррективы на следующий год. Выигравший тендер должен своевременно предоставлять заказчику материал для вычетки и устранять выявленные недостатки и дефекты в соответствии с госконтрактом. Подчеркнем, что законы и нормативно-правовые акты переводились на бурятский язык и ранее. Этим занимались специалисты сектора языковой политики и перевода комитета по межнациональным отношениям главы республики. Но из-за сокращения штата работа по переводу законов с русского на бурятский язык начала осуществляться по системе аутсорсинга уже в прошлом году. Путем несложных калькуляций вычисляем, что перевод одного условного печатного листа обойдется казни республики в 3750 рублей. Услуги переводчиков того же английского языка будут стоить 200-300 страниц, одна страница. То есть по большому счету это примерно те же самые цифры, которые при переводе на любой другой язык действуют. Даже может быть ниже. Бурятский язык более дешевый в этом формате. Знатоков бурятского языка в республике много и желающих получить лакомый госконтракт будет немало. К тому же подобные тендеры это дополнительный стимул для развития бурятского языка. Сергей Соголов, Сергей Костенко. Новости дня.